Очередную голосовую программу в прямом эфире на Русской Волне. Сегодня 9 мая, друзья, собственно, вы уже заметили, в нашем эфире традиционный музыкальный праздничный концерт, посвященный Дню Победы. 9 мая – это именно тот день, который традиционно во многих странах именуется Днём Победы. Ну, те страны, которые живут по несколько иному времяисчислению. Исторически мы знаем, что там получилась путаница не из-за того, что кто-то чего-то не хотел, а просто потому, что временные пояса кое-где не совпадают. Но, тем не менее, это факты не отменяют. 8 мая, 9 мая, День Победы – это то, что объединяет всю Европу, потому что в этот день было сказано окончательное «нет» нацистской и фашистской Германии. И я хочу представить моих сегодняшних собеседников, Симона Литова в студии, друзья, по-моему, забыла представить. Здравствуйте, и вас также, и всех дорогих слушателей. С Днём Победы, с праздником. Вчера вечером мы с вами, господа, говорили... Господа. Господа Парижа. Господа. У нас товарищи. Сегодня товарищи. Друзья. Наверное, вот это вот будет более объединяющее слово, примиряющее всех. Так вот, вчера, друзья, мы с вами говорили, что же это такое праздник. Или это тихий праздник, или это шумный фейерверк, или это очень что-то личное, интимное. И вы знаете, я должна сказать, что мнения правда разделились, и многие мои друзья, вот, одни в одном лагере находятся, другие в другом. И очень многие вспоминают свою личную историю, историю своих дедов, кто-то уже даже историю своих прадедов. И, знаете, удивительный факт обнаружился. Прадеды как-то не особо разговорчивы на тему тех событий тех лет. Вытянуть что-то, какие-то детали, какие-то факты, очень сложно. У меня, к сожалению, уже не с кем говорить на эту тему. Рассказы бабушки я знаю вдоль и поперек, но она не участвовала непосредственно в военных действиях. Она была тем самым мирным населением, которому тоже немало, кстати, досталось. Но вот деды, один и второй, они уже, к сожалению, ушли и унесли с собой свою историю, о которой буквально знаю какие-то крохи, только какие-то намеки. И странно, но это действительно во многих семьях именно так. Это связано с тем, что вспомнить нечего. Это связано с тем, что очень неприятные воспоминания. Это связано с тем, что стыдно что-то вспоминать. Это связано с тем, что это больно очень. Как думаете, какой у вас опыт в этом? Ну, ведь речь не о экскурсии или о чем-то другом, речь о войне. То есть очень страшные вещи. И то, что Тасимона сказала в одном другом лагере, именно потому и мы не находимся ни в одном лагере, потому что 9 мая 1945 года мы победили. Я продолжу то, что вот начал Эдвин. И, кстати, Симон, я об этом же размышлял сегодня утром, да, о том, что очень многих знал. Перед глазами вставали вот люди вчера, и сегодня я перечитывал историю Латвии. Всегда это делаю, вот накануне 9, 8-9 мая. И очень многие ветераны не разговаривали. Если наши деды что-то вспоминали, да, то другие молчали, молчали, молчали. Отцы моих одноклассников все прошли фронт, да, многое могли бы рассказать. И потом, когда я уже стал журналистом, тогда уже стал ходить к ним, и себя упрекаю до сих пор, что не всех записал, да. Столько интересного они рассказывали. И бывшие разведчики, и командиры авиаполка, штурмовой авиации, который стоял в Бауске. И многие-многие другие люди, которые сражались на самых разных фронтах. От Балтийского, даже от Северного Ледовитого океана до Средиземного моря. Вот, и я хочу сказать, тут слово лагеря вы упомянули. Как историк я не могу избежать от фактов. И вот сейчас и в Америке пойдет, в Нью-Йорке, в Бессмертный полк, и во многих других столицах Европы. По-моему, идет. Да, идет, идет, да. И вот, в фашистских лагерях содержалось более 20 миллионов человек из 30 стран мира. Может быть, даже больше стран. 12 миллионов не дожили до освобождения в концлагерях. Шталаг по-немецки. Среди них около 2 миллионов детей. Подумайте только, 2 миллиона детей. У них брали кровь. Они были за колючей проволокой. Я вспоминаю трагические вот эти вот фотографии, где стоят детки в полосатых робах, в шапочках каких-то от 2 до 7 лет. Просто страшно смотреть на них. Самому хочется взять оружие и идти освобождать эти лагеря. В Освенциме с его 39 филиалами погибло более 4 миллионов человек. В Штутгофе 2,5 миллиона. В Майданике 1,5 миллиона. В Требленке 810 тысяч. Кстати, в Требленке, прочитал вот в истории Латвии, лежит передо мной толстый том, 5-го года издания. Охраняли полицейские батальоны из Латвии. Много где побывали вот именно наши, к сожалению, вооруженные силы, которые были коллаборационистами, служили фашистам. В Маутхаузене 122 тысячи. В Заксенхаузене 100 тысяч. В Саласпилсе 100 тысяч. Но по всей Латвии было еще много-много лагерей. Я удивился, что здесь это описано, да. Я разговаривал лично с узниками огромного концлагеря Кайзервальд, который находился в межапарке. Тейзер Дарс, Тейзер Мэш назывался. И многие книги мемуаров издавал людям, которые вспоминали, что на Ганне-Будамбис там были заводы, тоже военнопленные содержались. И во многих других местах. Просто можно список составить. Я как-то составлял, более 25 лагерей насчитал. В том числе здесь в гетто были, откуда привозились в Латвию евреи и цыгане из Бельгии, Нидерландов, Франции, Германии и так далее. И тут они уничтожались. Кого не успели уничтожить, в 1944-м их вывезли в Германию вагонами. И в Равенсбрюке 93 тысячи погибло, в Лос-Сенбурге 80 тысяч, в Дахау 70 тысяч, в Бухенваль 56 тысяч. И во многих других лагерях нацизма еще сотни тысяч людей. Просто подсчитать эти потери невозможно. Если все вот это вот составить, тут, наверное, и более 20 миллионов человек будет. Ну, сегодня столкнулась с обновленной информацией о потерях советской стороны. Не буду. 41 миллион 992 тысячи, по-моему. 41 миллион. Ну, я всегда говорил, что около 40 миллионов погибло. 20 это невероятно мало, 50 многовато, но вот 41 вроде бы подсчитали. Да, да, то есть сегодня вот такая информация уже стала доступна. Ну, вот, Сергей, вы упоминали фразу «коллаборационисты». Но ведь если нам впаивают, что у нас была до 91-го года оккупация, то у нас имеются коллаборационисты оккупационного режима, которые красивенько вышли в 91-м году из Верховного Совета, и белые и пушистые. И некоторые из них стали мультимиллионерами. Если это не коллаборационисты оккупационного режима, то я не знаю, кто они. Кстати, меня приятно радует то, что наши радиослушатели и все жители Латвии постепенно левеют, левеют и левеют. Я только что выступал на программе «Латвийс Радио Венс», да, и какие прекрасные вопросы. Человек 15 позвонили в прямой эфир. Они, кстати, многие слушают и радиопик, да, и я очень благодарен. Я поблагодарил и ведущего, парсил там рунам за тёплые речи, да. И речь шла о том, что, я об этом говорил, вот эта вот история Латвии, тут участвуют такие историки, как там Инессис Фелдман и Сайвар Странга, Антон Изунда и ещё некоторые. Но они, например, не то что врут, это не пус патесиба, полуправда, да, и цитурдаль патесиба, четвёртая часть правды. Они просто оставляют белые пятна. Это модернизация истории, модернизованный курс, да. Первое мая, вообще, как будто в 20-30-е не было. Латвия шустраднециба, латвийский рабочий класс, как будто вообще не было. Предприятий, как будто не было, да. Ну, вообще, где эта история? А вот что меня возмущает, чему я веду, они называют коллаборационистами таких героев, как герой Советского Союза Иммон Судмолес. Про него опера написана, да, он в тюрьме сидел, это вообще выдающийся сын латвийского народа. Я о нём тоже поэму хочу написать и собираю факты, и пролепую, где он руководил обороной, да. И в Ецове он, как разведчик там был, и они, кстати, устроили взрыв на Домской площади, когда проводили акт фашисты, что, как бы, Латвия, да, символически присоединяется на веки вечные к Великой Германии. Они заложили спридзеклы, взрывчатку, и рванули контейнер там, да, и потом долго всё искали этих подпольщиков. Я, кстати, на Международной конференции историков выступал с докладом, и там все записывали, да, много новых фактов назвал. Это латышский резистанс, резистанс литон, это, значит, сопротивление в Латвии. И там столько народу. Я горжусь тем, что лет пять назад, когда был ещё жив академик, которого я лично хорошо знал, Вилли Самсон, да, он с золотой звездой героя, вот, и рядом справа стоял академик Виктор Камберс, тоже с золотой звездой героя социалистического труда. А, кстати, брат Виктора Константиновича покоится на Покровском кладбище, там есть, так сказать, сектор, где брали, капли, братское кладбище, Константин. Он погиб, по-моему, даже уже подписали тогда безоговорочную капитуляцию Германии. Где-то в самом конце войны погиб, да, вот, и хочу сказать о том, что невозможно вот так вот писать историю с белыми пятнами. Самсон сруководил отрядом Парпадуми Латвии, за советскую Латвию в Латгалии. Они часто уходили в Освею, да, вот, и совершенно пишут, что ничего не было в курзами. Как же не было, если в Латгалии сожгли деревню Аудрини, да, там кровь стояла по колено, всю деревню, малышей там, старобрядцев, всех жителей латышей своих же, то там сожгли Злэкас, да, и всех жителей окрестностей, потому что они поддерживали партизанский отряд Саркана Болта, Красная Стрела, которым я читал книгу Францис Рекшня, два разведчика, и Карлес Мачинч, да. И что интересно, это был отряд интернациональный, где отрядами командовали даже бывший русский полицай, в конце войны переменили вообще точку зрения, да, выжили и пошли туда. И даже беглые легионеры, потому что их принудительно призывали многих. И кто там только не был, и партизаны красные присоединялись. И отряд постепенно обрастал и обрастал людьми. Было вначале там сто человек, потом триста, потом уже по тысячу, да, и гоняли, так сказать, фашистов по всей курзами. Вот. И, кстати, были такие замесарцы, которыми командовал генерал Курелес, и Курелесовцы, они перешли тоже многие в этот отряд. И, кстати, гитлеровцы устроили там сражение, и некоторых полковников, там капитанов, офицеров этого Курелевского легиона приговорили к смертной казни и расстреляли. Самого Курелеса, насколько помню, отправили в Германию, да. Но было, конечно, сопротивление с двух сторон, как и в Польше, скажем, был Национальный совет Латвии, да, и там Константин Чаксте, профессор, он очень патриотически был настроен, но в данном случае это антигитлеровская коалиция. Ну, именно Балтийское географическое общество вместе с нашим председателем Зейбертом и Элгвартом сделали любительский фильм «Оз Лайкас», именно год назад мы туда специально ехали за свои деньги и просто сделали фильм, чтобы люди что-то об этом узнали. Ну, конечно, это никто никуда это не показывает, и никто... Ну, это не популярно, это никому не нужно. Именно, это правда не нужно. Вы, значит, не в тренде вообще сейчас. И мой дед, как я уже говорил, две недели не дождался освобождения Риги. Обе дочи, одна из них, моя мама, приехали. Затя мой же, где у них был хутор, и дед мой тоже мог переехать, потому что, ну, фронт приближался, но он был руководителем подполя здесь, бывший состав демократической партии. Ну, и его последнее, которое я видел, дворничиха, которого без сознания два эсэсовца тащили с четвертого этажа на улицу стабу 70 вниз по лестнице, и ноги бились о ступеньки. И дворничиха последнее видела его в возрасте, и никто больше никогда его не видел. И самое страшное, ведь, когда людям есть, куда пойти поклониться, а страшно, когда не знаешь, где кто. Знаете, до сих пор, ведь до сих пор, даже сегодня в Ленте у себя видела несколько сообщений, когда люди до сих пор разыскивали могилы своих дедов, прадедов. И именно вот накануне нынешнего, в этом году, только в этом году нашли могилу. Бабушка, к сожалению, не дожила уже, поедут уже внуки, поедут правнуки. Но люди 70 лет с лишним искали то место, где погиб их дед. Их дед погиб в последние дни войны, под Смоленском, по-моему. Не буду врать. Но, в общем, когда все заканчивалось, и 75 лет люди искали то место, где с жизнью расстался их предок. Насколько бережно хранится история, и насколько это большая беда, если ты, правда, не знаешь, где же это произошло, и что это произошло, и чем закончилась трагическая история очень важного в твоей семье и жизни человека? Кстати, разыскивать тоже было небезопасно. Вот отец моей матери, он прошел, даже с 1939 года был в армии, в финляндской компании участвовал, до Берлина дошел, да. И уже после войны он работал главным ревизором рижского пароходства. Да, очень принципиальный, честный был человек. И он стал искать, куда же пропал брат Гриша. Вчера был день рождения брата, моей матери, младшего брата Анатолия Якушевича. И он рассказал, что вот за то, что он посылал запросы, его даже убрали с работы. Хотя он сам был офицером, пограничником, да. И, кстати, брат, младший брат мамы родился 22 июня 1941 года в Витебске. Уже когда отходил эшелон, они на Алтае оказались. И 5 лет не видели отца, который все время был в армии. Вот, весь изранен, но вернулся. И, кстати, надо сказать, что вот в этой книге, что меня особенно возмутило, нет того, о чем я писал многие годы, скажем, в Падуме Яунатне. О том, как вошли, вот, латышский 130-й стрелковый корпус. И надо вообще начинать с того, что латыши где-то, они обеспечили победу. Я знал многих лично, даже мой преподаватель Михаил Васильевич Баграт был родом из Яунлатгала, в Резыкновской гимназии учились до войны. Иван Андреевич Веселов, или Янис Веселов, он заведовал этим латком-издатом, да, всеми издательствами. А в 44-м году, в ноябре, 7 ноября, выпустил первый номер газеты «Коммунисма цель», сейчас она «Баускас дзиве», да. И вот он нашел там в комендатуре, картотека была, что за его голову дают 10 тысяч рейхсмарок. И думали, что он остался здесь, значит, в партизанах. И приходили шуцманы, и расстреливали его мать, ставили к саратчику. Он говорит, я сам видел вокруг головы вот это вот прямо пули кругом. И отца мучили, собаку застрелили. Где Ванька, куда Янь издевался? Вот. И вот эти вот люди, он, кстати, его, я видел своими глазами на Рафаминске, да, там, где сражалась латышская дивизия, после, в 20-х числах декабря 41-го года прорывала немецкую оборону. Есть фамилия Иван или И.А. Веселов. Думали, что он погиб, но его вытащили соседи, сибирские стрелки. И вот что рассказывал Баграт, он нас преподавал историю, погибло до 70% состава 201-й латышской дивизии. И она была тогда отозвана с фронта на переформирование. И уже стали создавать, собирали латышей по всему. И тут один слушатель все время просил ответить насчет цифр. Так я могу сказать, что в Латвии жили люди самых разных национальностей. И входили и литовцы, и поляки, и кто угодно, и русские, и украинцы, и белорусы в этот 130-й латышский корпус, как жители, как граждане Латвии, да. Хотя мой сосед Кенгаракси, он воевал в польской народной армии. Там была и другая армия, такая, скажем, не коммунистическая. Народная армия Курдова. Людова, да. Краева, вот. И вот эта польская народная армия, она также участвовала во взятии Берлина. Ну там, где три танкиста и собака, да. Да. Да-да-да, всеми любимый фильм. Вот, и вот эти люди мне столько рассказывали, да, что Баграт, например, был ранен, да, и он потом секретарю Каунберзу не мог или Вилли Сулацису пожать в Москве руку, рука была на перевязи, трясло вот так, видимо, пуля нерв задела. И он сжимал пистолет в левой руке и повел в атаку, и они таки прорвали тогда линии обороны, да, немцев. И оказалось, что дальше поле, иди хоть до Берлина, да. Вот, и дальше пошли, прорыв состоялся. И я хочу сказать о том, что героизм был проявлен просто феноменальный, начиная с 22 июня, когда Сталин строил из себя Страуса, да, ему столько разведчиков, начиная с Рихарда Зорги, сколько таких штилицев было. Кстати, один из них присутствовал рядом с генеральным прокурором на Нюрненском процессе, и в документальном фильме говорят, вот этот офицер постоянно был при Бормане, там, при всех этих фюрерах, да, и оказался советским подполковником, переводил документы с немецкого языка. Штирлиц появился. А в Риге сколько таких штирлицев было, да, в форме немецких майоров ходили советские. Вы знаете, что касается героизма на войне, это тоже одна из тем, о которых я сегодня думала, над которыми рассуждала. Есть, конечно же, герои признанные. Вот, герой, совершивший героический поступок, пожертвовавший собой очень часто. Но мы очень часто забываем о том, что в тех обстоятельствах вообще сложно было не быть героем. Ну, ты подбираешь оставшихся без родителей детей и начинаешь их кормить, начинаешь их растить, воспитывать. Ты герой. Ты идешь защищать свой дом, ты отдаешь последнее, ты помогаешь тем, кто в положении еще большем, более плачевном, чем у тебя. Ты герой. Ты вообще выживаешь в этих обстоятельствах и остаешься человеком. Сохраняешь достоинство свое, и ты хранишь жизнь, и ты уже герой. Мне кажется, вот эта героизация каких-то отдельных каких-то элементов, она не совсем правильная, потому что как женщинам приходилось на фронте. Ведь мы сейчас только узнаем о том, какая-то правда только сейчас становится доступной. И Сергей абсолютно верно сказал, даже поиск своих павших родственников был небезопасным занятием, потому что что тогда, что сейчас, мы всей правды не знаем. Информация подается определенная, под определенным соусом, под определенным углом, именно та, которая удобна существующему политическому строю. Но ведь мы все люди, и да, мы участники этого политического строя, да, мы часть этой большой машины, но прежде всего мы люди, мы человеки, и у каждого из нас есть своя личная история и своя личная Вторая мировая или Великая Отечественная. Кстати, прекрасно сказала Симона, и когда 200 германских дивизий вдруг обрушились вдоль огромной советской границы на те подразделения, которые были не готовы, то действительно нельзя было не быть героем, да. И были даже случаи жуткие. Брестской крепости, у нас, кстати, в школе пионерский отряд моего класса носил имя Пети Клыпы, подростка, да, который там носил воду с Буга в Брестской крепости защитником, да, и, кстати, дружина комсомольская у нас была имени Зои Космодемьянской, вот, то противостояли просто потрясающе. Дух был, который невозможно было сломать даже сталью. И я читал в записке мемуары немецких офицеров и простых солдат, он говорит, что мы где-то на Киев шли, и нам такой отпор устроили. Мы шли, там, целая дивизия или полк, там, несколько полков на буквально батальон, да, и у них была какая-то одна или две танкетки. Если у них была пара танков, они бы нас гнали и гнали, да, и столько раз нас отбивали. И мало кто знает, я в одной книге прочитал и заинтересовался, что наступали на Даугавпилс, и там тоже такой отпор дали, что немцы побежали от Даугавпилса. И много таких мест, где совершенно героически. Я в детстве побывал 10-летним мальчиком на Сапун-горе. В Севастополе запомнилось, что гид рассказывала, 20 тонн металла на квадратный метр пришлось с русско-турецкой компанией за все годы, да. И мы даже смотрели, экскурсовод показывал, бывший моряк, говорит, вот видите, в поле там дрофы бегают, птицы, да. И нашли скелет моряка, бескозырка с ленточками, тельняшка, да, и он лежал за пулеметом. До сих пор вот многие места такие. И там, где прорывали блокаду Ленинграда, я побывал, говорит, вот вчера тут тоже поисковики нашли несколько красноармейцев с винтовками, а рядом лежали немцы. В этом смысле мне очень нравится фраза о том, когда заканчивается война. Война заканчивается тогда, когда похоронен последний солдат. Судя по всему, Вторая мировая еще продолжается. Есть у нас звонки от слушателей, здравствуйте. С праздником. Добрый день. С праздником, замечательным праздником нашей великой победы. Марк, у меня в семье семь человек погибших. Один из них даже погиб 8 мая над Прадой. Кричали чехи, спасите Праду. И он сам был командир дивизии, летной дивизии, понимаете, полковник. И он полетел сам тоже и погиб. Вот все. А вспомните все те страшные годы, Беларусь особенно. Хатынь, это же ужасно. Детей избегали, 60 детей. Да вообще, мы сейчас, я не знаю, вот сейчас, как памятник освободительному городу Риги и Латвии надо перенести или переименовать и вообще сломать. Это же вообще сумасшествие какое-то. Лукашенко сегодня выступил. Он очень правильно сказал. Вы что, хотите войны? Вы хотите опять, чтобы люди погибли? Тогда я предлагаю спросить у японцев. Они хотят этой атомной бомбардировки. И европейцы хотят всех этих бед, которые были в Великой это страшное дело, не дай бог. У мамы все погибли. У отца, даже у сестры, мужа сожгли в церкви. Сожжать в церкви, сожжать. Это только могут не люди. И вот за них сейчас наши великие деятели. Дзинтерсы и всякие. Вот я сейчас говорю, дзинтерсы я в магазине не люблю даже. Смотреть на него не могу. Вы сырки теперь дзинтерс не покупаете из-за этого, Марк? Да, не покупаю. Сырки не виноваты. Я вам скажу, вы сырки можете брать абсолютно. Дорогой, с праздником вас, Марк. С праздником вас. Спасибо вам. Спасибо за личную историю, конечно же. Это то, дорогие друзья, что стоит хранить, что стоит беречь и что стоит записывать, как Сергей совершенно верно сказал. Друзья, пишите, храните, делайте аудиозаписи, делайте записи. Это история, которая уходит вместе с ее носителями. И всегда лучше изучать историю из уст свидетелей и очевидцев. Не пользоваться пересказами, переосмыслениями, подгонкой фактов под нужды политического строя или каких-то других интересов. Друзья, сейчас небольшая музыкальная пауза, после чего на связь с нашей студией выйдет Юрий Журавлев. Оставайтесь с нами. Сегодня 9 мая. Люди мира, на минуту встаньте. Слушайте, слушайте, КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК В ДВЕРЬ КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК В ДВЕРЬ КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК В ДВЕРЬ КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Сотни тысяч заживо сожженных Строятся, строятся, шеренки к ряду ряд Интернациональные колонны С нами говорят, с нами говорят Слышите, кровопер, славы Это не гроза, не врага Это их приватом и моряки Стонет океан, зимая тяга Это станет, это станет, зимая тяга Это станет, зимая тяга Люди мира, на минуту встаньте Слушайте, слушайте Идут со всех сторон Это раздается в Бухенвальде Колокольный звон, колокольный звон Звон плывет, плывет над всей землей И гудит с вами Гудит с вами Гудит с вами Гудит мира, путь сезар Четное Гердится мир Гердится мир Гердится 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 Этот день победы порохом пропах празднику великой победы посвящаем да дорогие друзья на сегодня 9 мая и сегодня в нашей студии представители нового согласия на сергей журавлев центра партия двин пути и на связи с нашей студии юрий анатолий журавлев также представитель нового согласия здравствуйте юрий анатолич и с днем победы вас спасибо спасибо огромное еще раз хотел всех поздравить наших слушателей на ветеранов всех тружеников тыла все те кто ковали на победу в том далеком сорок пятом году ну и не только в сорок пятом конечно 41 по 45 год и конечно же хотел отдать должное нашим всем родителям всем родителям кто родился у всех есть родители и особенно наше поколение послевоенное поколение вспоминает это время как одно из трудных времен одно из самых таких будем говорить после после военных это недоедание тоже это голодание тоже да то есть люди жили в подвалах и люди в общем-то были лишены еще тогда на самого-самого что ни на есть необходимого для молодежи должен сказать что не было и в помине никаких макдональдсов не было никаких сникерсов не было никаких конфет оберток и был просто хлеб было просто скажем так необходимая каши питание такое да то есть излишек никаких не было в послевоенное время и вот наши родители благодаря им мы можем сегодня тоже ходить по этому свету воспитывать своих детей воспитывать уже своих внуков вот так что низкий поклон им большая благодарность ну и конечно же всем ветеранам которые отстояли эту свободу которую которые победили коричневую фашистскую чуму и сегодня мы празднуем 74 годовщину праздника великой победы 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 еще раз победы ну и конечно же низкий поклон всем 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 кто сегодня празднует этот праздник кто сегодня пошел памятнику победы кто пошел возложил цветы кто пойдет и пошел в бессмертном полку и по всему миру сегодня шагает бессмертный полк сегодня великий праздник на всем земном шаре русские общины везде отмечают его празднуют вот так что всех 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 с праздником великой победы ну и конечно парад на красной площади где министр обороны принимал парад сергей кожугетович шуйгу я должен сказать что мы с виктором константиновичем когда были в москве в кремле на съезде единой россии мы лично познакомились сергеем кожугетовичем тогда он был министром мчс мы не только познакомились мы и пообщались мы не сфотографировались пожали пожали руку я должен сказать что действительно достойнейший министр обороны достойнейший министр достойнейший человек очень честный очень порядочный не в пример серзюкову той табуретки который возглавлял министерство обороны российской федерации так что приятно было сегодня смотреть на красную площадь и сейчас идет бессмертный полк показывают по первому каналу российскому значит маховая улица и вот все с портретами все цветами все с улыбками все отмечают великий великий день победы ну и конечно же еще раз хотел бы рассказать тот анекдот который имеется имеется скажем на сегодняшний день значение и для наших наших как говорится жителей для наших граждан для наших ветеранов празднующих день победы сергей анатольевичу нравятся анекдоты про штирлиц и поэтому я еще раз его расскажу штирлиц шел по коридорам гестапо на его лице была эхидная улыбка а из широко расстегнутой шринки гордо развивались красные кумачовые трусы гитлеровцы в истерической панике метались по углам приближалась 9 мая 1945 года и никто из них даже представить не мог что полковник красной армии исаев уже начал отмечать день великой победы так что с праздником дорогие товарищи мы знаем мы помним мы никогда не забудем подвиги наших родителей наших дедушек и бабушек наших ветеранов и также тружеников фронта фронта тыла не надо будить русского медведя русские долго запрягают но быстро ездят мы знаем победа будет победа будет за нами праздником великой победы дорогие наши жители риги латвии и наши гости ну и хотел добавить что на почему именно этот анекдот я сегодня рассказал дело в том что наши власти по-прежнему ущемляют права наших ветеранов наших граждан нельзя носить награды нельзя носить мундиры в которых наши ветераны праздновали всегда этот праздник да то есть идет идет скажем так вот давление на нас попытки значит памятник угрозы угрозы сноса превратить это в исторический памятник памятник оккупантам превратить и так далее поэтому сегодня мы показали что мы есть мы здесь живем мы освободители и мы эту победу никому не отдадим и победа будет за нами это однозначно бесповоротно немножко надо где-то подождать но это скоро будет это придет так что с праздником дорогие товарищи и хорошего вам концерта сегодня хорошего праздника хорошего вечера всего доброго с вами был юрий журавлёв и радио пик на 100 fm сегодня на радио пик праздничный концерт и праздничные программы посвященные дню победы 9 мая 2019 года на рига латвия тоже отмечает потому что память жива память остается несмотря на то что прошло с того события уже 74 года это очень много те немногие ветераны которые вместе с нами встречают очередную годовщину со дня победы были совсем мальчишками еще в том время мои деды уже тоже к сожалению ушли хотя одному было по моему 24 года 20 чуть больше 20 другой был еще совсем подростком но спросить у них уже нельзя а сами они очень неохотно рассказывали о тех событиях об этом тоже говорили чуть выше друзья что для вас день 9 мая какая ваша личная история этого дня 67 241 100 а также ваши поздравления конечно же мы принимаем в прямом эфире в этой студии ватсап линию тоже не забывайте 2 0 3 3 6 100 и есть вот например комментарии от илоны спасибо илончик у вас также с праздником днем победы слушала илона вчерашнюю программу нашу это я обращаюсь уже к сергею журавлеву нового согласия представителя и к двину пути от центра партии так вот илона хотела спросить надо ли вообще воевать если бы люди это понимали на всей планете не надо было бы выбирать кто прав или не прав и не было бы всех этих битв кто больше вреда причинил кто меньше кто ошибся кто поступил верно может быть я скажу как историк культуры да и наверное как профессор вчера получил письмо из санкт-петербурга и очень горд и рад что к 9 мая такое приключилось мне присвоили звание профессора культурологии петровской академии науко искусств с 5 года уже академик и лауреат некрасовской премии этой академии я поздравляю виктора константиновича каунверс а замечательного нашего доктора он дважды лауреат премии петровской академии и поздравляю антонину или нищину пикуль которая сейчас работает над книгами альбомами своего знаменитого мужа фронтовика моряка валентина савича пикуля у нас звонок да у нас звонок потом продолжим сергей здравствуйте слушаем вас с праздником вы знаете с праздником вас вы знаете у меня отец воевал он был там в танке горел и получил контузию дед был инвалидом отечественной войны и пожалуйста если можно для всех вот чтобы понимаете вот не могу даже сказать слезы на глазах чтобы все люди чтобы жили мирно не надо нам войны и ну я не понимаю как это сказать но не могу так высказать все это и пожалуйста если можно поставьте для моего отца танкиста песню поле танки грохотали если можно конечно конечно обязательно поставим эту композицию чуть позже в следующем часе как зовут вас дорогая хочется вас меня зовут ольга ольга с праздником победа и вас так же симона с праздником и всех всех я очень хочу чтобы наши защитники все эти еще жили долго и вечно и когда вот понимаете приходит памятнику победы и когда вы видите что вот ну человек он уже весь в орденах и в инвалидной колясочке его везет внучка или правнучка и понимаете тогда не хочется отдавать отдавать цветы вот положить цветы памятнику охотить цветы этим дать этому человеку который нас защитил от этого фашизма от всего этого и пусть пусть им будут ну которые нас защитили которые уже погибли земля им пухом а которые еще живы дай бог им много много лет жизни и всего хорошего спасибо дорогая спасибо спасибо прекрасные слова и на самом деле очень очень верно заметила наш слушательница мы очень часто правда идем к памятникам каким-то символом холодным на самом деле которые что-то обозначают но рядом стоят живые люди вот те самые живые люди ради которых этот памятник ставился в память о подвиге которых мы это стелу и возводили и мы проходим мимо этого человека и вливаемся в этот поток чтобы еще одним букетом стало больше может быть правда лучше посмотреть на того кто рядом с тобой может быть у тебя в подъезде живет ветеран может быть в твоем доме может быть у тебя сосед человек который прошел прийти к нему в гости взять тортик попить чайку взять его за руку и спросить слушай а как это было на самом деле ты мне расскажешь и может быть это будет самое лучшее празднование дня победа хороший вопрос мне кажется да я хотел бы поблагодарить тех людей которые ухаживают за памятниками во всех странах европы и в латвии в литве в эстонии в польше болгарии так далее совершенно замечательные люди есть и вот тоже через америке как-то получил на днях сайт файл там сфотографирован памятник где середине войны погиб десант это ядцевской край до владимира маркушенко и десантники были также во второй группе